Привет, с вами Сергей Кутков, психотерапевт. Сегодня отвечаю на вопрос, как быть, когда дают непрошенные советы. Вопрос актуальный и особенно характерный для нашей страны. У нас, наверное, две трети людей очень любят проявлять участие в жизни других именно таким способом. Первое. Надо понимать, что так же, как в ситуации с едой, у многих наших, особенно представителей более старшего поколения, особенно тех, кто родом из Советского Союза, очень мало способов выразить, проявить свои чувства. И о своих переживаниях, об эмоциях не принято говорить. Поэтому принято что-то делать, что проявляет заботу, что является таким символическим выражением чувств, но не называя их прямо. Первое. И второе. Очень важно этот пласт обозначать. Есть видео, под этим видео будет ссылка на него. Что делать, когда бабушка кормит пирожками? Тот же самый принцип. То есть мы слышим этот непрошенный совет, но мы переназываем эту ситуацию. Мы обозначаем, что человек хочет о нас позаботиться, хочет принести нам какую-то пользу. Это является проявлением любви. И мы реагируем вот на этот уровень, на уровень намерения. И тогда с поведением уже не надо как-то сталкиваться. У нас намного меньше переживаний, желаний защищать себя. То есть если, особенно представитель старшего поколения, дает вам непрошенный совет, мы реагируем примерно так, что спасибо, я очень рад или рада, что ты заботишься обо мне. Спасибо, я об этом подумаю. Потому что я в твоих словах слышу заботу, любовь, уважение. Что угодно. И тогда на этот уровень конкретно про детали совета мы можем даже вообще не обращать никакого внимания. Вот так.